Всем привет, меня зовут Павел и сегодня мы поговорим о том, как происходит аспирация, депокализация, лениция, диссимиляция, буквы С в Кахтишану Реоплатенса или почему, как и по каким правилам хэкают. Давайте оговоримся об очень важной вещи. Дальше я буду указывать, что является академической нормой, а то, что будет являться в УЗУСе. Дело в том, что эти правила являются нефундаментальными, так как вы это можете услышать в очень разной интерпретации, в зависимости от того, в каком регионе страны живет человек, от того, откуда он родом и в каких условиях он рос. Потому как если мы говорим о людях, которые выросли в очень криминальных или сложных районах, это будет присутствовать по максимуму и даже там, где это на первый взгляд быть не должно. То же самое, как и люди, многие, которые занимаются очень сложными бизнесами или работают в международе или в целом там у них есть два-три высших образования, они будут эти моменты минимизировать и приближаться к академическому языку, который в целом зачастую может это и не предполагать. Таким образом, я вам расскажу, почему хэкают, как это происходит. Если вы очень хотите этому научиться, я вам покажу, где это можно применять и как это применять правильно. Но вы должны всегда помнить, что в зависимости от того, где вы находитесь, это может меняться. Если буква эсэ следует за п, т или сэ, мы получаем разные степени искажения этой буквы. Смотрите, например, если мы говорим про п или сэ, то у нас получается полноценная дебукализация, то есть абсолютная мутация. То есть превращается сэ в полноценный хэ, который еще и гортанный, то есть мы говорим как хэ, то есть это еще с некоторым придыханием. Но при этом, если мы говорим про букву тэ, особенно стэ, да, вот в этом положении, если мы не говорим про слова короткие, а потом об этом расскажу, то здесь происходит именно аспирация, то есть эс приобретает некоторые характеристики придыхания, но при этом эс остается эс. Очень часто аспирацию путают с дебукализацией или практически дебукализацию, как понятие, не используют. Дело в том, что дебукализация это когда у тебя буква мутирует вообще в непонятно что. А аспирация это когда буква приобретает некоторые дополнительные характеристики, но свои способности в целом не теряет. То есть очертания буквы остаются. Дальше у нас будет некоторая академическая часть с некоторыми допущениями. Если мы говорим про эс, следующий за пэ, то все достаточно просто. То есть эхперар, ахпекто или дэхпээс. То есть когда эс с пэ, то мы дебукализированную хэ дэхпээс, но в конце она все равно с. С буквой сэ вообще все просто. Эхкучар, дэхкульпас, мохка, эхкуэля. Эсэ работает почти безотказно. Но как только мы переходим к тэ, мы с дебукализацией переходим к аспирации. И эсэ теряет некоторую свою характеристику и переходит где-то с легким придыханием. А где-то прямо она переходит в сэта, как в сэсэо, которая находится в испанском из Испании. То есть сэсэо. То есть оно может быть не истудиар, а эстудиар или эстудиар или бастанте. То есть абсолютно странная штука. Почему? Потому что эста это не эста, это эхта. И эста это эхто. То есть как правило чаще всего, за редким исключением, эхта или эхто. Но при этом эстудиар или бастанте. И еще немного странностей. Вообще есть общепринятые правила, по которым, если эсэ стоит перед паузой или в конце слога, мы получаем дебукализированную или аспирированную букву в зависимости от региона, человека, условий. Таким образом, в идеальных условиях, в вакууме, при сове натянутой на глобус, отдельно стоящая ввоз превратится в связки в ох-ки-рес. Но при этом я практически никогда не слышал ввоз, как отдельное ввоз. Как правило, это вох. То же самое, как и отдельно стоящая дос, которую я также никогда практически не слышал, за редким исключением, что это дос, как правило, это дох. В связке получим дохмель. То же самое и отдельно стоящая эс, которая, как правило, эх. В связке получим эхгранде. То есть, как в идеале мы должны получить эхта эс, как правило, мы получим эхта эх. Ну или если мы говорим про конец слога, то мы получим mimo. Таким образом, не считайте это абсолютом, но очень важно об этом знать, потому что именно по этим правилам это будет изменяться. И в речи, когда вы будете слушать native, носителей, вы должны понимать, в каких случаях это будет изменяться, для того, чтобы лучше воспринимать речь. Иначе это превратится в какую-то абсолютно странную околесицу, к которой вы будете очень долго привыкать. Вообще, вот эти правила, то есть вот это вот хе-хео и прочие шеизмо, се-сео-се-сео, вообще знать желательно, но применять или не применять, выбор ваш. Ввиду того, что многие аргентинцы, а также носители разных акцентов, существуют не в вакууме, а также читают книги на испанском, слушают музыку других типов, как тишану или испанского, а также смотрят фильмы или изучают какие-то другие науки на других акцентах, они знают все эти возможные вариации произношения. Поэтому, хотите вы это использовать или нет, выбор ваш, но если вы хотите изучать язык, но не тратить много времени на то, что вам в целом для изучения языка не пригодится, во всех случаях вы можете просто использовать букву э-се, как звук се. У меня есть куча друзей и знакомых, которые при использовании, например, той же конструкции дохмиль, да, или эхта-эх, они вообще не, вообще не слышат никакой разницы между хе и се, то есть для них это один и тот же звук, и пока вот прям не продемонстрируешь то, что есть эста или эскуэля, эскуэля, они скажут типа эхкуэля, и они только, если не ткнуть в это отдельно, они даже не обращают на это внимание. Поэтому, если вы будете использовать эскуэля или эхкуэля, для носителя это не будет иметь вообще никакой разницы, абсолютно. Поэтому тратить время на изучение данных вариаций, выбор лично ваш. На этом все, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, там же оставляйте свои комментарии. Если было полезным, поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими. Если хотите изучать испанский, все ссылки у вас на экране, либо в описании к данному ролику. Успехов в языке и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok